Всем привет! Вы на канале Магистраль Жизни. Меня зовут Сергей. Сегодня 24 июля, пятница. И давайте сразу направление выстоим. Значит, у нас домой. Вот сюда. Сохранить. Окей, поехали. Смотрите, он даже в моем районе светится. Это хороший знак, как всегда, в пятницу. Еще солнце ярко светит. И что у нас получается? У нас получается, я в очередной раз сменил автопарк. Теперь уже, так сказать, окончательно в этом сижу. Как бы условия все такие же. ИП 10%. Но, что это значит? У нас до конца месяца еще сколько там? 6 дней, да? 24, да. Это значит, что за эти 6 дней я попытаюсь еще выбить промокодов. Потому что сменил парк. А как вы знаете, 7 я уже добыл в этом месяце. Интересно, получится больше? Ну, узнаем. Как-то я сейчас снимать больше по четвергам и пятницам стал. Я вообще сейчас меньше снимать начал. Потому что, когда я снимал каждый день, я не успевал все это обрабатывать. И получалась задержка в неделю сначала, потом в 2 недели задержка пошла выходом. Поэтому теперь снимаю раз в неделю, 2 раза в неделю. Ну, и более-менее получается. Но обычно пятницы выходят самые интересные. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. Все, добрался я до перекрестка на Воронянском. Ну, как бы давайте постоим. Подождем, пока нам выстрелит по направлению. Так, прилетело. Не очень близко. А, не, нормально. Аэродромная 3. Сколько там? Плюс 2, по-моему, или плюс 3 было? И постояли мы минут 5. Поздновато я, правда, сегодня выехал. Сейчас уже почти он без 10. На Каливарийскую 4 мы поедем. Это 6 километров. У нас получилось 6 рублей 60 копеек. Не доехали мы до нужного нам места. Ну, вот опять Яндекс отправил нас в центр. Это направление стоит нифига не в центр. При этом он вчера или позавчера присылает новость. Якобы, извините, некорректно работала у нас кнопочка домой. И по пути мы ее исправили. Как вы ее исправили? У меня сразу после этой новости тоже стояло направление по делам в городе. И прилетел заказ в Хатежин, загород. Какого черта? Они так ее починили? Криворукие починятели. Доехали мы почти до Пушкинской. Такая у нас ситуация в городе. Я думаю, вряд ли мы сейчас поймаем что-нибудь в нашем направлении по прямой, да? Поэтому нажимаем завершить и включаем по делам. Вот сюда. Поехали. И будем углубляться в эпицентр. И по пути что-нибудь ловить. Ну и докуда же мы доедем? Давайте, наверное, сворачивать куда-нибудь налево. Сейчас там следующий светофор будет. Там у нас Тимошенко улица. На нее свернем. И там где-нибудь пристроимся. Ой, смотрите, Тимошенко 8 плюс 6. Ну, пришлось постоять. Минут 5 мы тут постояли. Он совсем рядышком во дворах. Я даже не на Тимошенко стоял, а на Бурдейново. У нас тут две остановки. Бурдейново 15 и правда 27. Хм, странно. 8 километров ездить. За этот заказ получилось 11.70. Но могло быть больше. Сейчас расскажу почему. Кнопку по делам мы отработали. Завершить. Теперь в обратную сторону. Поехали. Все, ништяк ждет. Короче, попался хитрожупый клиент. Он эту промежуточную точку на Бурдейново поставил. Потому что Яндекс ему рисовал маршрут через Пушкина. И, соответственно, там больший полукруг. И, я не знаю, на полтора каких-нибудь 2 рубля дороже, наверное, выходило. Поэтому он поставил промежуточную точечку. И ему стало дешевле. Вот такие клиенты попадаются. Вот такие попадаются и единицы. У меня недавно один попался вообще там просто высший пилотаж. Получается, маршрут практически там, я не знаю, полгорода был. Напрямую через город, если ехать, то было где-то в районе 12 километров. Вот как-то так вот было. А Яндекс же почему-то, я не знаю почему, рисовал по кольцевой. И там получалось что-то в районе 30 километров. Ну и, естественно, он ему посчитал по кольцевой, по кругу. Я по ценнику вижу, что цена приличная. Нарисовал по кругу. Но я все равно поехал по прямой, по городу. Потому что это была середина дня. Пробок не было, мне без разницы. Там по прямой едешь и все. Но этот хитрожопый, уже почти когда мы доехали до отметки, он берет и корректирует адрес. Точно такой же адрес просто вбивает. И оно пересчитывает именно так, как мы проехали. Просто это, я в таком бешенстве был. И я так прям с зубами скрипел. До свидания. Такого я еще не видел. Но это было у меня только один раз, вот сколько я работаю. Так вот промежуточные точки ставят, да. Периодически вылазят, я не знаю. Ну раз в полгода, наверное, кто-то такой попадется умный. А вот именно, чтобы под конец подъездки скорректировать адрес. Вот такое было только один раз за все время моей работы. Сейчас мы выберем выгодную позицию. Здесь на перекрестке на Голубево станем, там возле остановки где-нибудь. И все, и будем ждать направления. У нас сейчас без 10,9. Я надеюсь, еще минут 15 погорит этот коэффициент. И мы что-нибудь поймаем. О, вот здесь. И сегодня у нас тепло, солнечно. Поэтому пойду я сниму курточку. Оп. Все, отлично. Плюс 6, правда 22. Вот в этом домике где-то. Супер, супер, супер. На Брике Т-30 нас ведет. Это 13 километров. За этот заказ 13,20 получил. Отработали мы все три точки по делам. И, собственно, все потухло. Поэтому сейчас включаем и ездим просто так. Возим почти все подряд. Да, сейчас только из этой дыры выберем. О, смотрите. Все равно плюс 1. Заказ отменен. Как бы кэф не горит, но все равно плюс 1 почему-то выдало. Это странно. Вот, нету. Забавно. Опять скрипникова плюс 1. Опять отменен. Что происходит? Может, это с моим приложением что-то? Как так? Опять нажал принять и опять заказ отменен. Смотрите, баллы активности уменьшились. Что за шляпа? Эээ. Я же нажимаю принять. Ладно, надо перезапустить приложение. Что-то тут не то. Может, с интернетом что-нибудь? Ну, давайте на линию. Активность 89. Ну, пропущем, пропущем. 5 скрипникова 29. О, есть. Слушайте, сработало. Блин, ну, два заказа пропустил. Хотя, что не делается, все к лучшему. На Тимиреозео 123 поедем. О, 9 километров. 6,50 за этот заказ получилось. С обратной стороны жданников мы оказались. О, град. Сейчас параллельно-то встанем. На Мястробская, по-моему, тут улица называется. Поближе к победителю. Там победители впереди, за домами. Будем ждать, что делать. Нарачанская, 8, да, ехать. Да что такое с интернетом? Что-то странное творится. С телефоном что-то? Ну, заказы приходят. Не, наверное, сети что-то. С телефоном обычно никогда никаких проблем не было. Вот когда глушить начинают, тогда вот такая херня вылазит. Сразу маршрут рисует без интернета, потом прогружается и начинает показывать нормально. Просто что глушить утром? Никаких собраний вроде нет. На Седых 42 мы поедем. 18 километров. Что мы сегодня по Кольцевой ездим? В 30 заказ по Кольцевой. 9-10 за этот заказ получилось. По Кольцевой пролетели. Смотрите, расход 6-8 стал. Оказались мы на Седых. Блин, я смотрю, тут такие водопадики прикольные. Я знаю, тут не особо на камеру видно, но там вдалеке. Я почему-то здесь ни разу не гулял. Надо как-то тут прогуляться. Красивые места здесь. Собственно, я хотел вообще, как бы, сегодняшний день сделать день комфортом. Чистый комфорт, комфорт плюс и эконом по коэффициентам. Потому что всю эту неделю я именно так и катался. И, так сказать, тестил. И вы знаете, что? Сейчас Яндекс достаточно неплохо раздает комфорт. За понедельник по таксометру чисто на комфорте я накатал 120 рублей. Это было уже часа в 4 или 5. Я на экономе столько не накатываю. И километр аж был меньше, что меня очень радовал. Но не получается. Почему? Потому что у нас новый автопарк. Его вот только сегодня запустили. Почему-то не переключается у нас, видите, пишет. Отключить тариф не получится. Ваши тарифы настраивают таксопарк. Я позвонил своему боссу. Он мне объясняет, что якобы нету в диспетчерской. Не может найти этой штуки. Говорит, что вообще нету этой графы. Если старый автопарк, там была графа, где можно было переключать. То здесь нету. Я сам уже не помню, где там что переключается. Потому что это было давно. Когда я еще сам на ИП был, была старая диспетчерская. Сейчас она там поменялась. И я вообще там не знаю, где что, какие настройки. Он ссылается якобы на то, что таксопарк только новый. Нету ни одного заказа. И поэтому нету этой графы. Но как бы мне в это слабо верится, если честно. Что он просто найти не может. Ну, короче, в общем, как только появится возможность переключать тарифы, мы будем разбираться с этим. Я сразу сделаю день комфорта. Потому что реально, вот я всю неделю это катался на комфорте. Это вот сегодня меня подрубили к новому таксопарку. И поэтому не могу выключить этот эконом. Прилетел нам комфорт. Только почему-то адрес не был написан. Славинского 45. Приходилось, правда, постоять немножко. Ну, немножко. На минут 5, наверное, просто стояли, не больше. Где-то тут. На Мстиславце 9 мы едем. Это 2,5 километра. Получился коротенький заказ. У нас 4,20. И где-нибудь тут пристроимся сейчас. Так, у нас Туровского 18 заказ. О, мы как раз сюда и завернули. На Карла Маркса 34 этот заказ. 9 километров нам ехать. Этот заказ. Огороды мы пробираемся. Смотрите, забаррикадировали. Стройки какие-то идут. А, реставрация. Я думаю, чего они так долго делают. О, череп прилетел. Они там домики реставрируют. И что-то какие-то сегодня все больные клиенты есть. Надо эту дезинфекцию провести. Мы с вами возле Октябрьской. Куда-то надо... Я даже не знаю, куда. В центре сейчас как-то еще рано что-то ловить. Давайте, давайте, давайте. Я даже не знаю, давайте на койку шла. Сейчас опять проедем, наверное, длине до беды. Что, не споймаем? Если в какую сторону не поедть, везде далеко ехать. Маркса 42. Смотрите-ка, заказ прилетел. Заказ из центра. Давайте съездим. Где-то вот тут, Димитрова 3. Мы поедем 4 километра. 3,60 за этот заказ получилось. На обойной я этот притормозил. Давайте поставим 5 минут. Может, все-таки еще раз из центра прилетит? Может, это была не случайность? Раковская, 36. Ну, как бы, 5 минут постояли. По-моему, норм. Ну, получается, он там на перекрестке впереди. На Колоса 4 едем. 5 километров. 4,50 за этот заказ получилось. Ну, и пряло бы Якуба Колоса. На этого Хмелевского. Хмелевского пола, там, на цвете есть. На ней заверну и где-нибудь там ставлю. А, не пришлось. Комфорт Плюс, независимость, 64. Это больница, по-моему. Не очень я люблю в эту больницу ездить. Потому что, потому что туда хрен заедешь. А они хотят, чтобы на территорию ты ехал. Давайте попробуем. Это все-таки Комфорт Плюс. Такое редко прилетает. Посмотрим, что получится. Вот такое сообщение пришло. И я считаю, если человек плохо себя чувствует, вызывайте скорую. Мне, как бы, не очень хочется отвечать за жизнь другого человека. Поэтому отправляемся к первоначальной цели. Хорошо, заказ отменили. Отлично. Ждем. Комфорт Плюс сорвался. Но иногда лучше не поехать, чем собрать целую кучу проблем. Поотвечал я на все ваши комментарии, что уже минут 5. Наверное, даже 10 прошло. И мы стоим тут на Хмельевского. Давайте в сторону Леонида Беды ехать. Потому что мне не нравится стоять. Все, опять Тургенева один. Ммм, миштяк. Один отменили, второй прилетел. Точно как в прошлой пятницу. Точно так же было. Один прилетел. Они там сами, правда, отменили. И тем же прилетел следующий, в другую сторону. А еще нагревается мой телефон опять. Опять заслонку бумажную ставить. Победителей 106. 9 километров ехать. Этот заказ у нас получился 9.70. Оказались мы в логове Uber. Вот здесь он скрывается. Ну, а теперь уже Яндекс. Слушайте, заказ прилетел. Тихая 59. В обратную сторону куда-то туда. Не пришлось далеко ехать. Так что, блин, разворачиваться сейчас нужно. 59. Вот она. Ага. Где-то тут. На свободу 4 едем. Это 9 километров. 5.70 получилось. Скатились мы тут с горочки. Через мостик. И пилим. Куда мы пилим? В сторону Заславская. Я так думаю, может, там стоим. 23. Совсем рядом задом крадемся. Кидышка 5 этот заказ. 8 километров ехать. 5.70 за этот заказ. Кидышка 11. Тут рядышком. На месте. Герой 120-й дивизии. Заурущие куда-то. 8 километров мы проехали. Получилось 5.20. Так, тут же заказ прилетел. Никифору, а 51. Дарского, Сенецкая, 55. 18 километров. В общем, с остановочкой в центре где-то. Что-то мне чуйка говорит, что надо сваливать с этого заказа. Да. И правильно говорит. Иди ты к черту. Своими коробками и так далее. Еще и через весь город. Руссияново 13 прилетел тут же. Чуйка мне правильно подсказывала. Во-первых, блин, заказ, конечно, 18 километров. Так себе. Получится, мы уже ездили сегодня, по-моему, 18. Получилось 9 рублей. Во-вторых, еще с коробками, с этими грузи. Выгружай, я так полагаю. Там еще стоять, ждать, нафиг мне это нужно. Ну, если бы комфорт плюс был, так я бы поехал. Парниковая 3. 7 километров. Вот это еще можно провести. 5-10 за этот заказ вышло. И тут же прилетел комфорт плюс. На Филимонова 49, по-моему, сейчас я гляну. О, здесь рядышком. Да, Филимонова 49. Блин, хорошо, что тот отменил. Сейчас бы там колбасились полчаса. Так, вот один заказ, и сейчас сразу комфорт плюс прилетел. Это уже приятно. На Карломаркса 8 едем. Это 8 километров. О, вот это норм. 10.50 за заказ. А то, блин, 9 рублей за 18 километров. Отлично. Мы сейчас на Кирова свернули. Я так думаю, сейчас я где-нибудь тут встану. И чего-нибудь подожду. Форд Карломаркса 32. Блин, забыл я бумажечку положить под телефон. Вообще кипятком стал. На Красную 7 едем. 2,5 километра. 4,60 за этот заказ. По Куйбышево я крадусь. Пока тихо. Ну, я думаю, сейчас что-нибудь прилетит. 4. Почти до беды доехали. Убери, креста уже. На Старожевскую 15 заказ. Это 4 километра. Получилось 4 рубля. Прям гостиница Беларусь. Мы подъехали? Был кто-нибудь там наверху? Я как-то очень давно был. И оттуда вид интереснее открывается даже, чем из библиотеки. Потому что здесь возвышение прямо над всем старым центром. Там остров слез виден. А где-то там он. Комаровский рынок, по-моему, тоже виден. Даже плюс один какой-то. Богдановича 91. И комфорт. Первомайское 14 мы поедем. 4 километра. 6,20 за этот заказ. Тут же прилетел следующий. Комфорт плюс. Накупало 17. Вот тут недалеко. Только что? Хрен туда доедешь. В общем, вот туда нам надо в кафе. У нас тут Якубовского 32, Притыцкого 156. 15 километров. Получилось 13.30. И оказались мы нифига не там, где должны были. Получается, у нас были указаны одни адреса. Девчонка села туда-сюда, мол, надо поменять. Она поменяла Яркова. О, заказ прилетел. Сухаревская 65. Ну давайте, что-то подача далекая, но как бы мы закольцеваем. Смотрите, где. И получилось, она говорит, Яркова, там что-то 13, 16, 19. Хреново знает, Яркова, Яркова. Это, блин, поселок оказался. Он как бы недалеко тут. Ну, смотрите, сельский магазин, сельмаркет. Название соответствующее. Вот получается, кольцевая, вон она там, впереди, за холмиком. Все равно, как бы, 4 километра. Ой, не хотел я за это, но все равно попал. О, что себе. Скоро кукуруза позреет. Надо бы сюда приехать, натрать кукурузу. Забрались, 5 километров. На Притыцкого 156. 3 километра. Охренеть. Съехали мы сюда, 5 километров, а заказ на 3 километра. Прям очень выгодно. 4,90 за этот заказ. А, ничего себе, смотрите, что тут. Коэффициенты загорелись. Может тут и постоять? Давайте попробуем, может прилететь что-нибудь нормальное. О, прям тут плюс 2. Надо притискать, это на грине. А, только с обратной стороны почему-то покажут. Ну ладно, поехали с обратной стороны. Алло. Здравствуйте. Да, пытаюсь. Но правильно, с обратной стороны, да, Грин? Да, крадусь, крадусь. Ну что, как думаете, отменять нет? Давайте хотя бы посмотрим, куда это. Коммунистическая 54. Как бы адрес неплох. Ай, куда-то только я что-то не могу понять. Сюда, наверное. 50 за этот заказ. Тут же прилетел следующий. Комфорт. Он плюс 2. Куда-то там Вера Хорожий 25. Ну что, вечерний движ начался. Коэффициенты какие-то начали проскакивать. Я вот езжу, думаю, до каких пор мне поездить? Сегодня промокода нету. Ездим с комиссией. Поэтому не обязательно определенное время не ждать. Что у нас тут в городе? Ой, а в городе вообще красота. Центр светится. И чуть-чуть окраина какая-то непонятная. Логойский тракт. Чикал-Авадей, Жуковского 11. 8 километров ехать. 8,80. Ну что, мы сделали 22 заказа. Вот они, 100 рублей. Комфорт в Воронянском. 50. Я вот стоял, думал, поехать домой или не поехать. Ну, видимо, поедем, съездим еще на какой-нибудь заказ. Ленинградская, 5. 4 километра. Получилось 5,80. Город, конечно, в огне. Почему-то заказ не прилетает. Наверное, в сторону Кирова я поеду. И там буду стоять. Как стоять? Скорее всего, сейчас прилетит. Собственно, что я хотел показать. Вообще, тарифы по-прежнему не переключаются. Я не знаю, когда это случится. Мне даже неинтересно работать. Я тут как попробовал неделю. Чисто на комфорте и комфорт-плюсе. Мне теперь на экономе вообще неинтересно ездить. Но так-то мы идем неплохо. Получается 104 рубля. Километраж 212. Один к двум выдерживается. 18. Там плюс 2. Ого, эконом. Куда-то там, куда-то там. Честно, не хочу я туда ехать. Давайте я отменю эту нафиг поездку. Не хочу. Не нравится. Мне вечно из того дома какие-то дегенераты попадаются. Сейчас более выгодная штука прилетит. Ого, что-то мне ножку пережало. Блин, так сильно стягивает. В руки ослабил что-то сзади. Так нажали, что нога болеть начала. Тришком туго затянуло. И что у нас происходит? Стоим уже, наверное, минут сколько? Ну, 7-10. Город светится. И тишина. Может, опять сбои какие-нибудь? Потому что время-то опять 15. Люди должны ехать. Все, ребята, это знак. Надо ехать домой. Выключаем. Уйти с линии. Соточку мы сделали. Мы сегодня молодцы. За 2 часа все равно мы тут больше не налупим. Ну, пусть там, я не знаю, 130 сделаем. Пока мы рядом с домом, поедем-ка мы домой. Получается сейчас 5.20. 10 часов мы поработали сегодня. И получилось 104 рубля 23 заказа. Нормальная тема. 10 рублей в час, как раньше было. И по километражу, значит, у нас вышло 213. Но я пока сейчас еще домой даю. Это будет 215 километров. И средний расход у нас 7,5. Это, получается, 16 литров мы потратили. В деньгах это 28 рублей. И от этого и отнимем то, что накатали по таксометру. 104 рубля. 75 рублей. Мы сегодня заработали. Стоим в пробке. Уже третий светофор загорается. И никак проехать не можем. Такое бывает. Я не знаю, я уже много раз показывал, как возвращать активность. Все равно у меня постоянно в комментариях спрашивают. Вот еще раз можете посмотреть. Тогда я первый раз пишу, что клиент был с ребенком. Верните активность. Они мне отвечают шаблонно. Но при этом активность не возвращают. Тогда я добиваю еще таким сообщением. И потом они сразу возвращают активность. Намигающие розовые поскочили. И все равно, блин, с промокодом куда интереснее есть. А по поводу промокодов мы будем тогда уже, наверное, выпивать в понедельник на этот новый таксопарк. Надо, чтобы немножко времени прошло. Чтобы не каждый день долбить. А, как я уже в одном видео говорил, хотя бы раз в неделю. Но последний раз я пытался выбить в среду, по-моему, или в четверг. И они мне яростно отказали. Они даже перестали на мои сообщения отвечать. И просто ночью, как обычно, скинули в архив. Мои обращения и все, без ответа. То есть я их выпить, поэтому надо, чтобы прошло какое-то время. Ну, вот хотя бы там пяток дней, да? И потом снова начнем. Мне же интересно, сколько в этом месяце я смогу попить свой рекорд или нет. А в городе я не знаю, что там делается. О, смотрите, сколько аварий. Это пятница. Это еще увеличит. Там еще, наверное, столько же. Вроде горит фиолетово. Но что-то как-то ничего не прилетало. Потому что в месяце таком стоял. А, и, короче, все. Я уверен, там работа есть. Там нужно только съехать из центра. И я думаю, прилетели бы заказы. Просто мне впадло сегодня работать. Крадусь я уже по своим дворикам. Поэтому выпуск я завершаю. Вопросы и пожелания, как всегда, куда? Да, правильно, молодой человек. В комментариях оставляйте. А на этом всем удачи. Иду я уже домой. И смотрите, промокод на 3 часа. Получается теория моя верна. При смене автопарка они снова раздают промокоды. Вот он чат. Верните активность. И тут же прислали. И это получается уже восьмой промокод в этом месяце. Продолжение следует.